Здравствуйте, в эфире Вести дежурная часть в студии Егор Алексеев. Мошенники это не домушники, режим самоизоляции не мешает им по-прежнему обманывать граждан. Особенно посредством звонков под видом банковских работников. Своеобразное интервью у такого афериста удалось взять местной жительнице, которая догадалась, что ее пытаются обвести вокруг пальца. Все карты у меня заблокированы уже, поэтому, знаете, на них 0 рублей. И я думаю, наш дальнейший разговор уже не мыслим с вами. Почему? Давайте пообщаемся. А на какую тему? Не знаю, как ваше дело. А у вас? Все хорошо, как у вас в городе, спокойно? Как вам личная ситуация в стране? Много зарабатываете сейчас, пока все в карантине? Там не особо, раньше лучше было. Если в период вынужденного пребывания дома вам не хватает общения, можно, конечно, поговорить и с мошенником. Но оперативники не советуют вступать в диалоги с незнакомцами, какими бы вежливыми те не были. В первую очередь нужно положить трубку, взять банковскую карту, перевернуть ее на обратную сторону, посмотреть реквизиты горячей линии банка, кредитное учреждение и позвонить по данному номеру. Если это были злоумышленники, сотрудники банка сразу скажут, что мы вам не звонили. После этого сразу же необходимо обратиться в отделение банка и написать заявление, чтобы посмотрели движение денежных средств по карте или по счету. Только за период самоизоляции в республике зарегистрировано 160 фактов мошенничеств и краж с банковских карт. Доверчивость обошлась потерпевшим в 8 миллионов рублей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...